доброе всем утро доброго мудро хорошего дня начинайте день с улыбки яблоки нападали вот эти яблочки уже можно собирать и делать из них пюре пастилу вот но эти мелкие они не вкусные вот эти вот вообще что за сорт такой я не знаю непонятный едем в город едем город нам как обычно особо ничего не надо о это лёшек положила штрихи обычно ничего не надо поедем поедем развеемся проветримся а то мы все лето как-то засиделись редко выезжаем а зимой будем еще реже выезжать на улице у нас комфортненько что там лишь делать что вы говорите ой 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 вот так чистота капец как чисто поехали 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 ой ну ка ну ка доброе утро всем хорошего дня до мой лёшек хочу что тут вот не подмел вот это будут за этими за колесами таскаться в этот в гараж а потом будет грязь тоже верно конечно верно лёшек косил и налетела порядочек все погнали поедем в город у нас еще ранее утро 9 часто сколько время часы забыл ну все не возвращайся ладно на фиг они тебе часы телефон не взял зря ну мало ли мы ж теперь можем с собой быть на созвоне да теперь мы на связи приехали мы домой что-то у меня я не знаю вроде вчера и много воды не пила а вот чувствую прям глаза такие вот отекшие странно может потому что я вчера вот на солнце вот это парилась сегодня надо идти косить другую половину но не пойду очень жарко пускай стоит боже мой вот ну скоро температура упадет да лёша к и пойду вы кашу потому что но очень на солнце огурчики там надо вон замариновать это надо намало солить огурчиков да да а картошка врагу вон пойдет пойдет но это но не то что сварить так то вот так а это это не то ну ладно а я вчера вечерочком вы знаете так хорошо вот навернула ложечку положила рагу и так хорошо пошло прям вкусненько а там мне писали что капусту не положили без капусты это не рагу а я как-то не люблю капусту врагу никогда не мама не не клала капусту врагу не я тоже ну почему то вот так вот да это по пожеланию как кому нравится как я вчера прочитала что-то попалась мне там где-то пускай это неправильно но это вкусно да вот так так ну что покажу что привезли что купили все подорожало ребята помидоры были прошлый раз 40 рублей вот на рынке сегодня 60 хотела взять немножко помидорчиков таких в баночке чтобы потому что но у меня нет мелких помидор до 60 но не стала брать посмотрим по 60 могу взять и я думаю через неделю еще только боже мой сегодня 31 августа последний день лета последний день лета и да ладно а что делать до ушло лето будут еще одно лето даст бог да да пошел на улицу кофе пить так а что я а что у меня а у меня ребята хочу сделать пиццу потому что давно уже купила лаваш и сыр уже купила и хочу сделать пиццу вот как илонка делала сделаем хочется чего-то нибудь вкусненького такого вот вкусненького вредненького так что будем делать пиццу и еще хочу поставить пастилу сварить а я же вам не показала пастилу сейчас покажу ха 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 они сейчас все по порядку давайте да сейчас покажу что купила вот такой вот арбуз и целый арбуз арбузы сегодня по 50 рублей у нас на рынке я не знаю почем в пятерочке но как-то в пятерочке мне стрёмно брать потому что ну может они там и хорошие уже но может и не очень вот 50 рублей вот это вот на 500 рублей здесь килограмм наверное тяжелый такой капец вот и дыньку вот такую взяли дынька тоже большевастенькая такая вот дыньки по 70 рублей в общем вот это вот две эти ягоды они знают дыня это ягода или что это или что что такое дыня кто знает арбуз да это уже все знают что это ягода а вот дыня вот в общем да не по 70 арбузы по 50 зачем взяла заморозить хочу заморозить на зиму мне очень нравится замороженный арбуз я вот в него еще добавляю немножко сахарку и получается такой знаете арбузный щербет вот вкусно каждый год замораживаю и каждый год знаете вот зимой особенно когда вот пить охота на эти хочется пить и вот достанешь арбузик этот чуть-чуть подразморозишь его вот и потом вот так вот как мороженку ой как вкусно вы мне мне очень нравится не знаю кто-то мне там писал я пробовала замораживать фигня фигней а мне нравится тоже как говорят на вкус и цвета вообще нет кому-то не нравится мне нравится вот ну покажу потом как замораживаю и дыньку хочу заморозить дыньку тоже хочу заморозить пахнет вот везли в багажнике приехали открыли багажник прям такой духан дынный из багажника вообще класс вот что еще купили так илюшка и клопик маленький все ты мамин клопик мамин клопик да моя так купила вот такие вот контейнеры для арбуза а на сколько граммов не спросила ну не знаю тут наверное написано 750 граммов что ли написано 750 в общем взяла 20 штук на арбуз и на дыню вот хватит по 13 рублей 13 рублей такой вот контейнер что еще и еще взяла бедрышки бедрышки по 270 рублей не это голени голени были по 270 рублей бедрышки по 230 вот но я подумала так голени что там есть да и 270 рублей лучше уж бедрышки на бедрышках тоже мясо не особо то много ну а знаете захотелось мясо вот прям хочу мясо вот просто или пожарить или в духовочке вот так вот их сделать просто хочется может в духовочке сделаем с картошечкой но не сегодня сегодня там у нас есть еще рагу лешек просит картошки сварить не буду я варить картошку не буду рагу есть будем есть рагу потому что вот вчера была гречка там гречку выбросили курочка потому что мы съели хорошо курочки у нас есть да да лешек хорошо курочки подъедают вот что коты подъедают что курочки что мы сами да лешек не буду я варить картошку будем то и дать рагу вот картошку потом явно он взяла эти бедрышки потому что захотелось мне мясо захотелось мясо взяла бедрышки и сделаю вот так на как курочку только бедрышки на картошечке вот так в духовке да потом потом да потом сидим рагу потом сделаю бедрышки на картошечке муха у нас летает вот она еще одна залетела откуда они лезут в общем вот так вот вот это вот все ребята это все что взяли вот контейнеры бедрышки арбуз и дыню цену я вам все сказала вот все да еще будет такая вот просьба к нашим местным хочет к нам приехать человек света я не буду углубляться рассказывать что где как вот откуда с мамой в общем женщина нашего возраста вот моего возраста где-то с пожилой мамой хочет снять квартиру квартиру или дом с удобствами в бетлице если кто знает если кто слышал ну какая то есть информация вот попрошу зайти вот рыбачок магазин знаете валя там вот где мы кофе пьем кто нас смотрит тот знает вот можно оставить у нее информацию телефончик или что вот я тогда уже позвоню обязательно и решаем вопрос вот попросили меня вот так найти квартиру ну хочется помочь людям знаете вот а я поспрашивала так вот спросила у одного второго говорят что это очень сложно в бетлице найти квартиру вот она просила на первом этаже ну я так думаю что перебирать нечем перебирать нечем я так думаю что может даже подойдет и второй потому что я почему-то думала что квартиры без проблем сдаются в бетлице ну как-то нет ну может у кого-то есть дом то знает дом с удобствами вот что было там канализация вода газ отопление какой то вот так что так пожалуйста если кто знает забыл корм в смысле а из машины вообще ували как ты так вот так лёшик корм купил я оставил ну ладно так все в общем где у нас 10 часов я уже заболталась тут в общем раздеваюсь и начинаю что-нибудь делать да может сейчас кофейку попью может и не буду не надо воды воды потому что вот чувствую даже знаете вот руки вот так вот чувствуется отекшие почему не знаю может потому что я мало воды вчера пила вот ладненько ладненько все все у тебя нечего больше сказать лёшик нет и у меня пока нечего убежала она наверно туда полетела а вон она лазит вон на окке вон 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 лёшик вон а ну она там и была я её потерял ай мазила мазила летает лёшик фу я уже спотел два раза махтул этой мухобойкой да да это же она сидит все лежит отсидела на улице жарко сколько градусов не смотрел нет сейчас пойду гляну сейчас пойду гляну что моя звездочка лапка в общем ребята был у неё там какой-то нарыв на лапке моя лапка где лапка твоя покажи покажи лапку вон видите вчера прорвало вот и уже ну уже вот нормально сегодня наверное уже не буду прикладывать мазь ты думаешь надо но уже все гной вышел там да мы предложим что мне не трудно мне не трудно вот 30 30 это еще солнышко светит так вот вскользь знаете и муха вон сидит смотрит на меня я на нее она на меня вот уже плюс 30 так время 10 приехали ребята привезли вон к чаю и вот хотела показать лёшек пошел сорвал малинку вот пока не съели такая вот о какая крупная о класс такая вот все а у нас уже чайничек там сейчас закипит посидим чайку попьем кофейку попьем полялякаем вот как то так ребята приезжали на двух машинах пока пока заезжайте к нам еще надо покосить да так девки что вы ой жарко сколько же там градусов надо глянуть вот когда ветерочек так вот приятный да но в тенечке а на солнце вот гляньте какие красивые яблочки вот такой формы какой-то вот продолговастенькой вот эти вот они 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 такие я их пыталась уже несколько раз пробовать думаю да может да может не они такие черткие такие найти во рту вяжут последних девчули девчурики ветер наверное ветер дверь открываем потому что там стоит чеснок картошечка ну чтоб проветривалась так сейчас посмотрим сколько градусов тут мне самой интересно 28 28 в глубокой тени это последний день лета это можно так капец да так помидорчиков надо да на обед маленьких да 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 что вы варварушка варежка вот я закрою не видно не видно а сетку поставил вот все а там там тоже надо закрывать ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой боже мой девочки мои варька упала да ладно пошла за помидорами заодно нарву на обед надо сюда вот не там написали 1 до градусник на эту на террасу а я хочу такой большой вот у наших подольских ребят такой прям огромный он где-то с метр величины такой вот да классно издалека видно сколько градусов ну что везде так неравномерно солнце тени солнце тень 28 до пойдем соберем помидорчиков лёша поможешь донести мне а и укропчика надо сорвать до перцы краснеет у меня тут не понятно помидоры сладко а